В этой ситуации когда-то, я итальянский плохо знаю, но один человек мне нагрубил в поле, а я плохо понимаю, итальянский плохо понял, что он мне сказал, так мне перевели. Но я ему в ответ попросил перевести вот следующие вещи определенные, и он попытался сказать, что он здесь дома, а я в гостях, и поэтому он может себя вести как угодно. Но когда он заканчивал уже последнюю фразу, возле него стояло уже три человека, которые ему очень подробно объяснили, что нет. В Палермо проявлять неуважение к людям нельзя. То есть человек, который проявляет неуважение к незнакомым людям, он как минимум себя не уважает. А раз он себя не уважает, то он очень сомнительная личность. А раз он сомнительная личность, его хорошейка надо под глупой рассмотреть. Может он какой-то не такой, этот человек. И тот человек очень быстро понял и извинился, что к нему может измениться там отношение, там где он дома. Это я в гостях. А он-то дома, к своему данному к нему может измениться отношение. Достаточно одного поступка, чтобы к нему изменилось отношение. А изменится отношение, изменится благосостояние. То есть вот это уважение, это гарантия благосостояния. И кому это непонятно, тот достаточно глупый человек. То есть по сути своей, вот там вот эта фраза козырная, не нужно быть хорошим, нужно быть честным, она главная краеугольная фраза Юга Италии. Не надо быть хорошим, нужно быть честным. А что такое честный человек? Очень многие люди не понимают значение вот этого честного человека. Честный человек это тот, кто не врет самому себе. Это то, что говорил мой учитель когда-то. Перестань врать себе. С этого все начинается. Это первый шаг в жизни. Хватит врать самому себе. Хватит себя считать хорошим. Хорошие никому не нужны. Я понимаю, что вы все считаете себя охрененными. Хорошие. Но хорошие никому не нужны. Нужны честные. В этом вся разница. И если человек этого не понимает, то у него огромные деловые неприятности. То есть он как бы сам себе объясняет этот человек, что он классный. И поэтому по сути ему не обязательно быть честным. Главное, что он хорош. А человек это такое существо, простите, которое найдет оправдание своим любым поступкам. Вот вообще не имеет никакого значения, что бы он не совершил. Понимаете? То есть и поэтому догма звучит иначе. Не надо быть хорошим, надо быть честным. А честный человек это, который не врет самому себе. А если он врет самому себе, значит он сумасшедший. А раз он сумасшедший, сумасшедший ведь дел иметь нельзя. Это опасно с деловой точки зрения. И вам всегда кажется, ну вот, что как бы вы умнее всех. Умнее всех остальных людей. Хитрее, пронырливей, умнее и так далее и так далее. Возможно это так. Возможно. А может и нет. Никто не знает. Никто не знает. И сделаем с кем вы встретились. Спасибо.